Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Здравствуйте. Завершилась четырехдневная эпопея по выборам Европарламента. В Брюсселе огласили предварительный результат этих выборов и пока лидирует праволиберальная фракция. А решающего преимущества нет ни у кого. У нее 212 мест и 751. И это одна из сенсаций, состоявшегося более из заявления. Выборы в Европарламент мы сегодня обсуждаем с Владиславом Беловым, директором Центра Германских исследований Института Европы. У нас на прямой связи со студией Юрий Ильич Рубинский, руководитель Центра Французских исследований Института Европы. И на связи с нашей студией наш корреспондент в Голландии Софья Корниенко. Давайте начнем с Владислава Борисовича. Какова основная была интрига этих выборов? Интрига была в том, что явка будет опять минимальной. Эта интрига была подтверждена. Соответственно, недостаточное внимание электората стран Евросоюза к выборам в свой высший изгонодательный орган. Вторая интрига была вокруг право радикальных партий, вокруг так называемых евроскептиков, которая должна была показать недовольство тем электоратам, которые все-таки пришел голосовать, недовольство теми реформами, которые проходят в Евросоюзе. И, скажем так, показать, что на ряду с евроцентристами, которые продолжают строить здание единой политической и экономической Европы, есть недовольные желающие это здание покинуть. Это мы увидели в Великобритании. Недовольные реформами в своих странах. Это мы увидели во Франции на примере Липен и на примере Греции. И, скажем так, недовольство на уровне здоровых евроскептиков. Например, в Германии эта партия альтернатива для Германии. Я не согласен с тем, что интрига была в том, что здание пошатнется. На самом деле пошатнулись национальные политические конструкции во Франции, в Великобритании, в Греции там постоянно трясет. Но вот эти вот интриги, наверное, были вокруг прогнозов роста глазов евроскептиков. Прогнозы оправдались. Но здание Европейского дома, здание Европейского парламентаризма, на мой взгляд, не шелохнулось, несмотря на прирост голосов евроскептиков. Давайте дадим слово нашему корреспонденту в Нидерландах, Софье Корниенко. Софья, добрый вечер. Каковы главные сенсации или предсказуемые результаты выборов в Голландии в Европарламент? Вам слово. Добрый вечер. Мне бы хотелось начать с того, что, возможно, для неискушенного в европейской политике слушателя, те цифры, которые я сейчас назову, они покажутся смешными. Потому что здесь принято говорить сейчас, сегодня в Голландии, что о большой победе партии, когда у нее было, допустим, три места в парламенте, а стало четыре. И, наоборот, о большом проигрыше, если было пять, а стало четыре. Дело в том, что, несмотря на то, что Голландия одна из стран, с которых Евросоюз начинался в 50-е годы, сейчас она всего имеет 26 мандатов из, в этом году, сколько там, 751 в Европарламенте. То есть все равно это очень мало в целом. И при этом, так как в Голландии очень многопартийная система, из этих вот 26 мандатов надо их всех поделить на где-то 9 фракций. Соответственно, если какая-то партия посылает там четыре депутатов в Европарламент, то это уже очень большой успех считается. А теперь, если перейти к конкретным цифрам, то надо сказать, что основной новостью голландских выборов было то, что в Голландии националисты, наоборот, проиграли, в отличие от наших соседей некоторых. Выиграли, соответственно, в этих вот, в рамках четырех-трех мандатов выиграли выборы у нас партия прогрессивных либералов, Д-66. В частности, сейчас наиболее популярная партия в Амстердаме, я лично тоже за нее голосую. И недавно у нас были выборы в местные органы управления, она тоже одержала победу очень серьезную по всей стране, и в частности в столице. И эта партия, она в одной фракции, справящей сейчас в Голландии партией ВВД, пойдет в Европарламент. И они станут частью того, что в Европарламенте называется альянсом, как там, я не помню, что называется, альянсом демократов и либералов. И сейчас у них в целом будет, по-моему, 66 мандатов. То есть они все равно при этом не самая главная сила в Европарламенте. Самой главной силой в Европарламенте в целом остаются социал-демократы и христианские демократы. И вот христианские демократы в Голландии также считается, что выиграли выборы, они получили в общей сложности 5 мест. Что же касается нашего знаменитого националиста Герта Вилдерса, он потерял один мандат по сравнению с выборами 2009 года. И все ожидали, что его поражение будет еще более ощутимым по результатам экзит-полов. Вчера оказалось, что он потеряет целых два мандата, но выяснилось, что это всего один, но все равно для него это проигрыш. И он теперь даже не представляет особого интереса для Алипен, как изначально они собирались сформировать, возможно, даже фракцию. Она всячески также старалась его приглашать к себе и приезжала сюда в Голландию, посещала парламент. Сейчас, как говорят эксперты, так как она набрала столько голосов сама, возможно, даже этого альянса и не состоится. И в целом надо сказать, что вот как все это выглядит из Голландии, в любом случае для формирования так называемого нового антиевропейского альянса, куда бы вошли Ливен и Вилдерс, все равно недостаточно сил антиевропейских сейчас избранных в Европарламент, потому что это должны быть по правилам из 7 партий из 7 разных стран. Такого альянса просто невозможно создать, потому что несколько партий уже заявили, что они, допустим, с Липен не собираются сотрудничать, и с Вилдерсом тоже. Соответственно, все эти, несмотря на то, что их много, более 100 различных евроскептиков прошли в Европарламент, все они очень разрознены. И в том числе и Вилдерс, возможно, даже останется, как он был до сих пор, до сих пор у него было 5 мандатов, эти депутаты были просто как бы вне фракции. И, следовательно, среди этого огромного моря депутатов 751 они не представляют большой опасности и серьезной силы. И еще мне бы хотелось добавить, что интересно в голландских выборах было то, что фактически результат не изменился по сравнению с 2009 годом. Это первые выборы после кризиса, но в Голландии уже кризис закончился и наметился очень серьезный рост экономики. Возможно, это связано с этим, а также с тем, что правительство в Голландии видится как очень сильное сейчас, а, допустим, во Франции, где Липен набрала много голосов, наоборот, как слабое. Большое спасибо, Софья, как раз сейчас про Францию и поговорим. Это была Софья Корениенко, наш собственный корреспондент в Голландии. Вопрос Юрию Ильичу Рубинскому, руководитель Центра французских исследований Института Европы. Добрый вечер, Юрий Ильич. Каковы, по-вашему, главные уроки голосования во Франции по выборам в Европарламент? Вам слово, добрый вечер. Добрый вечер. Я согласен с тем, что, так сказать, последствия этого голосования больше во Франции, во всяком случае, более значительны в национальных рамках, нежели в общеевропейских. Тут совершенно очевидно, что евроскептики, включая национальный фронт, который получит 25 мест, не имеют перспектив получить хотя бы блокирующий пакет, который воздействовал бы, ну, скажем, на избрание теперь уже Европарламентом председателя Европейской комиссии. Так что такого непосредственного влияния на общеевропейские, на общеевросоюзовские проблемы это голосование, может быть, и не окажет. А вот, что касается французских выборов, то это очень серьезное потрясение. Ее недаром сравнили с, в общем-то, с землетрясением политическим. Национальный фронт вышел на первое место, получив по своим, так сказать, кандидатам в общей сложности 25%, то есть увеличив в четверть, в четыре раза почти свое представительство, число голосов по сравнению с 2009 годом. И стал, ну, формально говоря, по числу собранных голосов, из принявших участие в голосовании, а их только немногим более 40%, все равно первая партия страны. Ну, это может быть превеличение. Однако тот факт, что Национальный фронт отныне является, так сказать, полноправным участником политической игры, это факт. И, собственно, даже представители правящих, социалистической партии и умеренной системной оппозиции Союза Народного Движения, бывшей партии Сарказии, они признают, что двухполюсная система французской политической жизни, там много партий, но только две могли, и протендует всегда на чередование, ротации власти, теперь становится треугольник, создаётся, где баланс между традиционными лагерями, правым и левым, теперь будет зависеть во многом как раз от третьего полюса. И это в первую очередь дестабилизирует ситуацию внутри умеренных правых. Там давно уже идёт после поражения Сарказии на выборах 2007 года острая борьба за лидер, что за его наследство. Сам Сарказий вовсе не намерит отказываться от перспективы в 2017 году выдвинуть свою кандидатуру и бороться опять за возврат в Елисейский дворец. И эти результаты, конечно, очень сильно отразятся на положении председателя партии КП. Есть уже, помимо Сарказии, есть претенденты и бывший премьер-министр Фийон, и бывший тоже премьер-министр Прешираки СЖП. Одним словом, там желающих много. Партия чувствует себя очень неуютно, ощущая свою роль как институционной партии власти, даже будучи в оппозиции. И это первое. Второе, очень важное последствия этих выборов, это глубокая деморализация, конечно, левого электората. И результат этот, он обусловлен тем, что есть разочарование в итогах деятельности социалистов власти. Рейтинг президента Алланда находится на самом низком уровне за всю историю Пятой Республики, где-то ниже 20%, там, по 70-19%. Вот, конечно, после уже провала на муниципальных выборах сменился премьер-министр, популярный нынешний премьер-министр Хвальц, но этот результат, он сам это признал, это, конечно, очень тяжелый удар по социалистам, безусловно. Им надо будет как-то учитывать... Давайте мы послушаем вашего коллегу Владимира Швейцера. Он руководит Центром партийно-политических исследований вашего института. Он считает результаты выборов в Европарламент предсказуемыми. Да, действительно, сенсации нет, потому что к этому все шло. Европа, которая попала одни стороны в кризис, а другие, вытягивающие из кризис, должны были через свое население, через дектора, должны были на это дело отреагировать. Они отреагировали фактически таким образом, что все правящие партии в той или иной степени понесли ущерб. Кстати, самый большой очередь понесли крестьянские демократы и консерваторы, потеряли что-то, и либералы потеряли что-то, и стал демократов. А усилились в процентном отношении по всей Европе как раз партии второго ряда. И радикал-националисты, радикал-социалисты, зеленые там, и какие-то евроскептики разного рода. Вот это основное. Европарламент для них арена выражения своей политической идентичности. Понимаете, они там высказывают те вещи, которые им просто в Европе, в своих странах никто не дает. Они, многие, не проходят в национальный парламент. Фараж, например, я вам говорю, вот, пожалуйста, 30% и ни одного места нет в палате общины. И не будет, пока у них будет закон, который, так сказать, все уже регламентировал все эти самые распределения мест. Вопрос Владиславу Белову. Чем вы объясняете рост ксенофобии в таких цивилизованных, собственно, регионах мира, как Европа? Ну, наверное, мы будем здесь говорить о кризисе мультикультурализма. Когда, наверное, политика открытых границ в условиях финансового кризиса, экономического кризиса приводит к объективному снижению жизни, и когда граждане ищут причину не в своих собственных политиках, а находят причину во внешних факторах, к которым относят, среди прочего, мигрантов, детей мигрантов. В Германии даже есть такое слово, как «миграционсхинтергрунт», люди с миграционным прошлым, то есть люди, рожденные от тех людей, которые когда-то приехали в страну. И, наверное, вот такие правые настроения, которые связаны с наиболее простым объяснением тех проблем, которые существуют в стране, вызывают, конечно же, негативную реакцию и по отношению к странам, входящих в Евросоюз. У нас известен образ польского водопроводчика, который якобы забирает места Великобритании. Правда, потом оказалось, что Польша создает рабочие места, и, предположим, многие граждане ФРГ с приграничных районов ездят зарабатывать деньги в Польшу. Польша является, наоборот, образцом такой экономической восточноевропейской модели. Так что есть проблемы, для проблемы есть простые объяснения. И эти объяснения, к сожалению, связаны с тем, что указывают на наиболее простые причины, вызывающие ксенофобию. К сожалению, мы видим возврат к прошлым образом врага, врага с точки зрения экономических, социальных неурядиц, который якобы виноват в этом. Еще раз повторю, финансово-экономический кризис объективно вызывает такие настроения. Наибольший интерес у Владимира Швейцера вызвали страны, где дает о себе знать левое. По его мнению, ожидаемо сильно выступили евроскептики в Греции. Начнем с Греции. Греция дала явление, так сказать, левосоциалистического или радикал-социалистического скептицизма. Вот эта компания под названием «Сериза» во главе с Олексом Ципросом – это люди, которые не согласны с тем, что именно они, именно пенсионеры, бедные, нуждающиеся в медицинском обслуживании, а они потеряли очень много на этой истории с тройкой. Когда тройка поставила определенные условия, грекам стало в целом лучше, а кое-кому стало хуже. Вот эти самые кое-кто в процентном отношении вышли на первое место. И «Сериза», которая на парламентских выборах еще 5 лет получала 6%, здесь получила 25%. Но в Европарламенте они будут уже заметной силой. Олексос Ципрос считается одним из кандидатов. Он не будет, конечно, представителем этой Еврокомиссии, это особый разговор, кто будет этим человеком. Но это тенденция, это вот такая вот левая тенденция. Вопрос Юрию Ильичу Рубинскому. А как, по-вашему, относятся французы к исключению из зоны евро ее аутсайдеров, в частности Греции и стран, приближающихся к ее кризисному уровню? Вам слово, Юрий Ильич. Нет, так вопрос вообще не стоит кого-то исключать. Это как раз во Франции таких голосов не было слышно. Есть другой, а именно Национальный фронт и сама Марин Ле Пен предлагает Францию вывести из зоны евро. Вот это уже совершенно четкое, конкретное предложение. И даже, я бы сказал, одно из главных в ее предвыборной программе. То есть, общее, если можно так выразиться, пропагандистское, идеологическое кредо Национального фронта от, естественно, изначально присущей антиэмикро-ксенофобской демагогии, переместилось еще в сторону протекционистской риторики. Вот выход из зоны евро, усиление контроля на внешних границах, противодействия демпингу китайскому, извне, из развивающихся стран, где ниже стоимость рабочей силы и так далее. Вот этот, отсюда безработица, отсюда плохие результаты экономического роста и так далее. Вот отсюда, между прочим, тот факт, очевидность совершенно, что за Национальный фронт пошли голосовать те, кто когда-то голосовал за крайне левых. Тоже протестные голосования были, но это были коммунисты. Сегодня значительная часть бывшего коммунистического ритерального электората протестного перешла на противоположный крайне правый фланг. Каждый второй рабочий из избирателей, кто принял участие в голосовании, голосовал за Национальный фронт. Это о чем-то говорит. И надо сказать, что Саркози, бывший президент, который, в общем, хранил молчание и открыто в политическую жизнь, пока старался, так сказать, не возвращаться, откладывая это до перспективы уже президентских выборов 2017 года, он выступил с таким, я бы сказал, сенсационным планом не только там, скажем, реставрировать франко-германский альянс, такой особо тесный, который был при нем, но главное вообще возвратить в компетенцию национальных правительств 40% юридического арсенала Евросоюза. Это, знаете, очень смелое такое предложение. И сами понимаете, что будет значить практически и другой Европейский Союз. Спасибо, Юрий Ильич. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8800 ровно, 200 ровно, 2212 вместе с нашими гостями обсуждаем итоги выборов Европарламента. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Те, наверное, которые против Путина идут. Политзаключенные. Кто себя считает политическим заключенным, это один момент. Кого мы считаем, это другой момент. Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Сначала назначают преступником, а потом оформляют бумаги в соответствии с заранее поставленной целью. И используется примерно один и тот же набор фальсификационных технологий. Процессуальных, квазипроцессуальных или просто чисто фальсификаторских. Во всех таких делах. Каждую среду в 5 часов вечера в прямом эфире радио «Свобода» и видеотрансляции на сайте www.swoboda.org в передаче «Человек имеет право» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 10 утра и 2 часа дня, а также в пятницу в 15 часов. Сразу после выпуска новостей. Время московское. Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода». Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем итоги выборов в Европарламент. Вопрос возле Слава Белова. Альтернатива для Германии набрала 7%. Есть еще какие-нибудь подобные сенсации, подобные этой? Хороший вопрос. Напомню, что партия была создана весной 2013 года. Относительно успешно выступила в сентябре 2013 года на выборах в Бундестаг, набрав сенсационные 4,7% и почти преодолев 5% барьер. И после выбора в Бундестаг я следил за этой партией. Она иногда набирала и более 6%. Поэтому ждали, сколько процентов наберет эта партия на выборах в Европарламент. Сенсацией было не 7%, которые партия набрала, это было ожидаемо, а то, что не набрала больше. В принципе, эксперты говорят, что 2,1 миллиона голосов с сентября месяца не изменилось. То есть у партии как бы такой свой электорат, он не увеличился. Эта партия выступает за выход Германии из еврозоны, за возврат марки. Эта партия представлена интеллигенцией, профессорами, представителями промышленности. Мой хороший знакомый, профессор Шторбати из Тюбинского университета, еще в 1999 году резко критиковал еврозону как конструкцию, которая обречена на кризисные явления, потому что многие фундаментальные факторы не были учтены. Поэтому 7% с 7 мест немцы критикуют не на уровне высокой политики, а на уровне экспертов систему распределения голосов. Германия по отношению к самому населению представлена в Европарламенте непропорционально. И, наверное, сенсацией стало относительно низкий процент голосов партнера ХДС в рамках большой коалиции Баварской земельной партии Христианский социальный союз. ХДС набрала свои голоса, она повторила свой успех 2009 года, а вот ХСС существенно потеряла популярности, и, соответственно, будучи партией еврокритиков, это в лице Зейхофера, Гаувалера, в общем-то немецкий электорат, с одной стороны, поддерживая альтернативу для Германии, и своей земельной партии, в общем-то, не дал тех голосов, которые партия заслуживала. Возможным относительным сенсационным событием стал относительно высокий процент голосов социал-демократов, которые в 2009 году провалили выборы. Они набрали достаточно много дополнительных мест, порядка 6-7 дополнительных мест в Европарламенте, и поэтому Германия сохранила такой островок стабильности, то есть страны, которая по-прежнему выступает локомотивом продолжающихся реформ, в первую очередь в экономической сфере, валютной сфере, в банковской сфере. И в этом плане, наверное, колокольчиком для госпожи Меркетт, для федерального канцлера, председателя ХДС, все-таки является то, что, возможно, во время следующих выборов альтернатива для Германии пройдет в парламент, где сейчас относительно слабая оппозиция в лице партии зеленых и левых. Они чуть-чуть потеряли на выборах в Европарламент, потому что партия свободных демократов с треском провалила и выборы в Бондустаг, и подтвердила свой кризис на выборах в Европарламент, набрав с трудом более 3%, показывая, что с сентября прошлого года партии не удалось найти тут оселок, на который она может опереться, и опять заявить себе, как о партии, которая выступает за ордолиберальные принципы социального рыночного хозяйства, которое представляет интересы, в первую очередь, малого и среднего бизнеса, свободы конкуренции и так далее. Поэтому Германия приятно удивила, и, наверное, еще очень коротко, явка составила более 48% по сравнению с 43% в Евросоюзе. По всей видимости, положительную роль сыграли коммунальные выборы, которые проходили в 10 федеральных землях Германии, где одновременно люди голосовали и за Европарламент. Не будь коммунальных выборов, наверное, столько голосов не получили бы социал-демократы. Эксперты показывают, что социал-демократы, получив 2,5 миллиона голосов по Германии в целом, примерно миллион получили в Северный Рейн-Вестфалии. Вот такие вот особенности поведения граждан Европы, на примере Германии, которые отдают свое предпочтение в рамках европейских выборов. Если успех Марин Липен не удивляет Владимира Швейцера, то иное дело, как меняется отношение европейских политиков к этой даме? То, что Марин Липен станет первой, это было ясно уже за последний месяц. Все опросы, а у меня вот лежат тут опросы, я этим занимался, показывали однозначно. Они обходят и социалистов, ну, рейтинг Оландо, что такое, мы знаем, в какую сторону упал. Но они обошли и оппозиционную оппозицию, обычно же бывает так, социалисты в оппозиции, консерваторы сверху, и наоборот. Так вот, получилось, что и эту партию бывшего премьер-министра, вернее, премьера президента Николя Саркази, они тоже обошли. И Липен, она собирает вот недовольство. Она действительно, так сказать, представитель радикально, так сказать, националистических сил, и это очевидно. В этом плане меня очень удивило, что представитель нашего парламента Нарышкина ее принял как, так сказать, почетного гостя, и как человека, который является крупным политиком. Потом в интервью и беседе у президента журналистов та же была мысль, что этому солидная сила, но эта сила не рукопожатная. Это люди, которыми в Европе, я хочу сказать, сторонились, старались обходить. Потому что их ксенофобия, их расизм, их отрицание некоторых исторических вещей, связанных, допустим, с разгромом фашизма, с историей Франции, они совершенно очевидны. Да, давайте зададим вопрос Юрию Ильичу Рубинскому. Почему вот однопартийцы Марин Липен попадают в эстеблишмент и уже становятся частью политической элиты даже для Кремля? Ну, видите ли, в чем дело. Так сказать, ценностный набор этого национального фронта, он, безусловно, крайне правый. Более того, там при отце Марин Липен, значит, Жанна Марин Липеня, основателя, так сказать, в этом движении, так сказать, ну, если можно так выразиться, идеологически, чувствовались некие признаки, следы очень заметные, бешистского, что ли, мировоззрения, если можно так сказать. То есть, тех, которые были при гитлеровской оккупации у власти во Франции на штыках оккупантов, так сказать, это со стороны крайних националистов вроде бы парадокс, но факт. Теперь, конечно, Марин Липен многое сделала для того, чтобы вывести партию, так сказать, из политического гетто и сделать ее из маргинальной силы, которой, так сказать, как-то объединяться или, в общем, делать жест в ее адрес с предвыборными целями, не просто зазорно, а, так сказать, контрпродуктивно. То есть, можно было на этом только потерять. Сегодня вопрос стоит по-иному. Тем более, что Марин после прихода на место отца, как лидера, сделала очень много, надо отдать ей должное, для того, чтобы придать партии более такой, как говорят немцы, салонный, что ли, рукопожатный вид, такой цивилизованный. И поэтому многие некоторые, так сказать, провокационные, вызывающие формулировки отца, она снялась в повестке дня. Вроде того, что геноцид, скажем, нацистов во время войны – это мелкая деталь, так сказать, Второй мировой войны и так далее. Это вот одно, одна сторона дела. Но я хотел бы просто сказать, что главное даже не в самом национальном фронте, а в том эффекте, который его результат, что ли, имел и будет иметь для самой структуры французской политической системы. Вот сейчас у власти находятся социалисты. Требование Марин Ле Пен после этих европейских выборов распустить национальное собрание, назначить досрочные парламентские выборы, а правительство, так сказать, убрать подставку – это, конечно, уже сейчас отвергнуто решительно. Это, конечно, не будет. Но внутри социалистической партии, именно потому, о чем я уже сказал, что среди избирателей Национального фронта как раз очень много, если даже не большинство, представителей социально ущемленных слоево населения, которые, по идее, должны были быть левыми и были ими раньше, сегодня они ищут, так сказать, выразителей на крайне правом фланге. И это вызывает внутри соцпартии, в том числе и в ее парламентской группе, очень серьезное недовольство. 41 депутат или не приняли участие, или там воздержались при голосовании последних, так сказать, экономических мерного правительства. И, в общем, фронта такая внутри левого большинства налицо. Тем более, что, так сказать, вот, например, экологи, так сказать, союзники с левой, если можно сказать, общество соцпартии, они тоже повысили градус своей критики политики правительства, которую они поддерживают. И, следовательно, значит, и президент Аланта, и премьер-министр Вальс, в тот самый момент, когда они объявили программу, в общем, надо прямо сказать, либеральную, выхода из нынешних экономических трудностей, вынуждены оглядываться через левое плечо и что-то такое корректировать. Так что они оказываются, так сказать, в общем, довольно-таки незавидным положением между двух стульев, если не между двух огней. Спасибо, Игорь Ильич. Давайте послушаем вопрос москвича Сергея. Добрый вечер. Алло, здрасте. Добрый вечер, Сергей. Я вам хочу сказать такую вещь. Вот, у вас что-то все высасывается из пальца, какие-то там причины мистические, там, социальные, все такое. Дело все в том, на самом-то деле, что просто-напросто люди хотят оставаться самим собой. Скажется, там нет, люди хотят оставаться самим собой. Они спросятся в штат или какие-то там провинции, и какой-то там абсолютно идиоткой, и это бесившаяся уже абсолютно, и какой-то там единой Европы. Никому это не хочется. Каждый хочет оставаться самим собой. И на благо иммигрантов тоже никого нет. Ну, все люди разные. Сколько стран в Европарламенте представлено, Владислав? Ну, 28. Ну, вот, я думаю, что у всех разные отношения к единому организму, к единой Европе. Владимир Швейцар напоминает о примере Великобритании, которая не осталась в стороне от общих европейских тенденций, где консерваторы-либористы пропустили вперед новичка. Найджел Фарадж, представитель партии, которая по британскому законодательству о выборах не проходит никак в палату общин абсолютно, потому что там есть определенная округа, и там уже пробиться через консерваторов-либористов или даже либералов невозможно. Здесь, где подсчет идет по пропорциональной системе, получил порядка 30% голосов и обошел и правящих консерваторов, и оппозиционных либористов, и всех-всех либералов, кого угодно. С чем связано? С проблемой, которая для Великобритании очень важна. Роль и место Великобритании в современной Европе. А роль эта, она такая весьма необычная. С одной стороны, это по нынешним меркам вполне успешная страна, с кризисом там, в общем, все в порядке, нет этого в чистом виде. Но британцы считают себя ущемленными тем, что некоторым указанием им из Брюсселя дается в Лондон. И они считают Брюссель и Лондон совершенно в другой пропорции. Они не хотят, чтобы им из Брюсселя указывали, как им, в общем, жить. И вот начал Фаджет этот националистический момент, а у него еще и, как у Марии Лепена, сильные ксенофобские антииммигрантские тенденции. Вот он это использовал. Как вы считаете, Владислав, вот эта тревожная тенденция, что такая консервативная Англия тоже радикализуется? Я думаю, что мы имеем пример, когда Сцила и Харибда, с одной стороны, преимущество Евросоюза с точки зрения единого рынка товаров, услуг, движений, рабочей силы, привлекает всех его членов. И Харибда, когда бюрократия, некие жесткие предписания ставят палки в колеса социальным рыночным механизмом, не позволяющим им функционировать так, как это видится с национальной площадки. Поэтому англичане, как островные люди, хотели бы иметь преимущество в виде вот этих вот факторов единого рынка, определенных дотаций, но при этом сохранять некие свои национальные особенности, не поддающиеся регулированию. Такого не бывает, но именно на это делают ставку евроскептики, и уверяю, что если Великобритания выходит из Евросоюза, напомню, что из 28 стран, только 18 стран входят в еврозону, Великобритания не входит, и что якобы Великобритания, как англосаксонская страна, с англосаксонской моделью хозяйствения, получит некоторые преимущества. Соглашусь с тем, что 28 стран, механизмы принятия решений, европейская бюрократия, в общем-то неэффективность действия и Европарламента или определенных структур Еврокомиссии, есть, есть проблемы с еврозоной, в том числе фундаментального характера, но, тем не менее, как эксперимент, начатый с 90-х годов, когда, в общем-то, было принято уже решение о расширении, когда, в принципе, предполагалось расширение на восток, ну, в общем-то, дает основания нам, россиянам, смотреть с интересом, куда этот корабль направится, несмотря на специфическое отношение к нашей стране в настоящее время в связи с известными событиями, но, тем не менее, по-прежнему, Евросоюз остается нашим основным партнером, и Россия не все равно, как этот корабль будет идти дальше. Вопрос Юрию Ильичу Рубинскому. Чем вы объясняете вот такую трансформацию английского электората, который проголосовал за новичка и аутсайдера бывшего? Вам слово, Юрий Ильич. Вы были в Великобритании? Да. Ну, видите, в Великобритании, так сказать, настолько прочно устоялись, так сказать, традиции двухпартийной системы, что было очень странно, когда появился третий полюс. В свое время, так сказать, либералы уступили, как бы, место консервирования либористам, потом все-таки они вернулись, так сказать, за счет тех же либористов и образовали третий полюс. Ну, он, так сказать, именно третий, а не второй. Сейчас появился, так сказать, и у власти, ну, в более-менее сжатые сроки побывали и во Франции, и в Великобритании, обе основные ведущие партии в разных комбинациях, так сказать, в смысле союза. Результаты, так сказать, противоречивы, но недовольных достаточно много. И надо сказать, что практика мультикультурализма, связанного с наплывом мегирантов Великобритании, пошла дальше гораздо, чем во многих других континентальных странах Европы. И, собственно, реакция на нее в условиях все-таки еще не окончательно преодоленных последствий кризиса, была довольно острой, и была приняла характер, так сказать, сочетание социальных аспектов, так сказать, критики на нынешнюю политику правительства и национальных. Вот это вот сочетание, тем более, что Великобритания и вступала-то, в Европейский Союз поздно, и всегда тема, так сказать, незыбленности британского суверенитета внутри Европейского Союза была, так сказать, очень чувствительной для британского избирателя, любого, будь то левого или правого. Таких проевропейских настроений, как были в свое время в той же Германии, например, не говоря уже о странах Венелекса, то есть в Голландии, в Бельгии, особенно там, в Люксембурге, да и даже во Франции, в Великобритании никогда не было. Значит, возврат британцев к участию электоратов в евроскетицизму это реакция на определенную эрозию британской партийно-политической системы и в том числе и потому, что искали что-то новое. Вот, собственно говоря, на этот запрос Фараджи ответил. Спасибо. По мнению Владимира Швейцера, Германия выступила достаточно предсказуемо, хотя и в Берлине есть политики, которые радуют за то, чтобы меньше помогать проблемным странам. Ну вот, Германия, как раз, я считаю, показатель того же, страна, которая, с одной стороны, очень, ну, успешно преодолела кризис и финансовый, банковский, все. Значит, страна, в которой относительная политическая стабильность, работают коалиции, вчера христианские были с либералами, сегодня с социал-демократами, все это, конечно, очень даже, я бы сказал, способствует тому, что и на выборах они получили свои глаза. Но, тенденция тоже есть, появилась еще одна партия, альтернатива для Германии, которая, ее не назовешь, ни ксенофобской, в чистом виде, там, ни радикальной, но партия, которая говорит, что Германия слишком много платит за Грецию, за Турцию, за кого угодно. Лучше бы это все платить нам, немцам. Вот на этом уровне они получили 7% голосов, что тоже было, ну, весьма, так сказать, не то чтобы заметно на европейском фоне, но для Германии это тоже был какой-то щелчок такой вот легкий. Да, вы согласны, что это щелчок? Ожидаемый щелчок, наверное, подчеркну, что социал-демократы очень хорошо выступили, у них был единый кандидат Мартин Шульц, возможный будущий глава Еврокомиссии, он как бы вытянул социал-демократов с таким количеством голосов, плюс к этому позитивный фактор связан с представителями правительства Германии, это министр иностранных дел Штайнмайер, который с точки зрения электората себя достаточно конструктивно ведет в рамках украинского кризиса, это Зигмар Габрия, вице-канцлер Германии, и в этом плане, наверное, да, сигнал на будущие выборы, что Германия из четырех партийного парламента вновь станет пяти партийным, где малая партия начинает играть свою роль, господин Люке, лидер партии на волне эйфории, сказал, в Германии появилась новая народная партия Фолькспартай, и один из журналистов хорошо вот так мягко опустил, сказал, это, наверное, как вот немцы меня поймут, как футбольный клуб Кельн играл бы в лиге чемпионов, что такое возможно, но реально это пока еще разного уровня партии, конечно, пока АФД сокращают, пока еще не может считаться малой, даже народной, но даже малой партией. Владимир Швейцер предлагает не переоценивать роль Европарламента на европейском континенте. Для России выборы в Европарламент могут иметь значение только одно. Все-таки Европарламент по своему характеру совещательный орган, он не решает ничего, решают лидеры стран Евросоюза. Ряд законов, ряд резолюций, имеющих значение, принимает Европарламент. И по Крыму, по Украине в целом, по отношению к нашим выборам разного рода президентского, они принимают резолюции. Все-таки это что-то значит. Учитывая, что это репрезентативный орган Европейского Союза, с этим так или иначе надо считаться. Но я не думаю, что мы, наше руководство извлечет какую-то выгоду будет вести себя допустим новый премьер-министр какой-то страны, группы, стран и так далее. Это важно. Как будут себя вести экономические объединения, будут ли они развивать, будет ли строиться Южный поток, или Северный заглохнет, или где-то еще что-то случится с газом, с нашими углеводородами в Европе. Это важно. Тут Европарламент и партия никакой роли играть, скорее всего, не будут. Слово Владислава Белова не совсем соглашусь с Владимиром Яковлевичем. Парламент избран на пять лет. Предположим, что все-таки мы найдем решение крымского вопроса, будем едины в поиске механизмов с Евросоюзом в решении кризиса на востоке этой страны и, предположим, достигнем определенных договоренностей по визовым вопросам, возможно, по новому базисному соглашению, раз вот эти вопросы будет одобрать одобрять Европарламент. И настроения в Европарламенте относительно России будут архиважны. Не важно, о чем мы договоримся с Еврокомиссией, будет важно, насколько это будет принято Европарламентом. Поэтому, насколько за эти годы Европарламент проникнется духом сотрудничества с нашей страной, в общем-то, будет зависеть будущая судьба тех договоренностей, которые мы будем достигать с Еврокомиссией. Вопрос Юрию Ильичу Рубинскому. В правиле Кремль рассчитывает на конструктивное сотрудничество с нынешним составом Европарламента? Трудно сказать заранее, потому что, во-первых, еще не решен вопрос о кандидатуре все-таки председателя Еврокомиссии, а это очень важный вопрос. И Европарламенту сейчас будет совет, то есть главы государств и правительств 28 стран предлагать кандидата с учетом результатов вчерашних выборов. Вот сегодня наибольше всего, так сказать, шансов имеет на то, чтобы быть выдвинутым большинством Европарламента, имеет все-таки представитель консервативных и либеральных сил, так сказать, бывший премьер-министр Люксембурга, Юнкер, который успешно председательствовал самые тяжелые годы период долгового кризиса Еврозоны. Юнкер человек очень опытный, очень знающий, и, так сказать, никогда не замеченный в том, что он подыгрывал какой-то стране, но учитывая то, что Александр Бург всегда по масштабам и статусу своего страна, так сказать, посредник. И с ним, я думаю, если он станет председателем Еврокомиссии, то Европарламент должен будет иметь дело с вируссельской бюрократией, как бы искать больше, более эффективно общий язык, так скажем. До сих пор в Европарламенте превалировало ощущение ущемленности, что вот у них действительно никаких полномочий реальных нет, и поэтому резолюции и дебаты в Европарламенте были каким-то предохранительным клапаном выпускавшим пар. Тогда как реальные решения принимались, во-первых, Советом на уровне глав правительства и президентов, так сказать, текущие все дела решала комиссия. Сегодня Европарламент, как бы голосуя за кандидатуру в председатель комиссии, с ним уже устанавливает более рабочие отношения, и, следовательно, так сказать, соображение прагматизма, реальной политики, они будут каким-то образом все-таки, если мы не побеждать, то, в смысле, давать себя знать. Поэтому, мне кажется, что если вот такая сегодняшняя фаза острая достаточно в отношениях между нами и Евросоюзом в целом, в частности, Европарламентом, останется позади, то, может быть, такой диалог будет менее сложным, чем до сих пор. Так мне кажется во всем случае. Я бы сказал даже вот еще что. Вот сейчас вот будет буквально на днях подписание уже официально документа о создании Евразийского союза экономического. и встанет вопрос очень существенной, даже практической плоскости, будет ли согласен Евросоюз устанавливать отношения не только с Россией, Казахстаном или Белоруссией, а именно с Евразиатским экономическим союзом. Это вопрос стоял уже когда-то между СЭВом и Евросоюзом, европейским экономическим сообществом тогда, которое видело только Советский Союз, а не что другое, СЭВ, так сказать, не принимался в расчет, а со своей стороны Москва не хотела иметь дело с Евросоюзом, с Евросоюзом, с ЕС. Тогда это продолжалось достаточно долго, пока вот уже как раз перед распадом и Советского Союза, и СЭВа общий язык начали находить. И я думаю, что довольно успешно. Мне кажется, что такая перспектива не исключена. Спасибо, Владиславу Белову. Вопрос, как по-вашему найдется, или общий язык между нынешним составом Европарламента и Россией, которые сейчас вопали у цивилизованного мира? Я думаю, это будет зависеть от политического истаблишмента на уровне национальных государств члена Евросоюза, которые избрали данный парламент. Как ни странно, именно правая часть этого парламента нас поддерживает. Не случайно было упомянуто Владимир Яковлевичем госпожа Алипен, которая в рамку украинского кризиса занимает пророссийскую позицию. Я думаю, что поддержка будет связана с теми будущими переговорами, с теми будущими дискуссиями, которые мы будем вести относительно Украины. Если переговоры и решения, которые будут приниматься, будут эффективными и успешными в их реализации, я думаю, Европарламент повернется лицом к России. Если мы будем заходить в какие-то тупиковые ответственности, в рамках этих процессов, то будет соответственно и негативное отношение, и это видно посредством массовой информации. Когда появляются какие-то перспективы, вот этот негативный накал снижается. Как только появляются какие-то тупиковые вопросы, нежелательные для Евросоюза, накал возрастает. Поэтому будет такая взаимосвязь между политическими настроениями на уровне национальных государств и настроениями в Европарламенте, потому что настроения формируются в странах-государствах, а не в фракциях, формируемые в данном парламенте. Я отмечу, что трехпроцентная граница была в этот раз ликвидирована. Спорное решение проходит партия, набирающая определенный процент голосов. Прошла партия в Германии называемая Die Partei. Она набирает в среднем 100-150 тысяч голосов. Удивительно, что это партия, которая построена на сатире, на политической сатире, на критике существующего политического устройства в Германии. Но если собрать Жванецкого, Задорного, наиболее удачных КВНщиков, вы получите Die Partei, которая критикует современную политическую систему Германии. Они получили одного человека. И это просто дало понять, кто проходит в Европарламент. Партия защиты животных. Один голос. Критики сатиры, которые просто смеются над собой, над политиками. Поэтому Европарламент, я согласен с тем, что формирование фракции это еще один фактор, говорящий в пользу евроцентристов. Все-таки евроскептики не смогут объединиться с критикой Евросоюза в целом. Наверное, и так же не будет единого антироссийского объединения или в другой экстремальной ситуации пророссийского. Наверное, где-то будет какое-то среднее качание маятника, зависящее от этих настроений. В чем объясняете, что обычно из Прибалтики выходят депутаты, которые от русскоязычной диаспоры, от Латвии? Они избраны и можно ожидать голос защищающих права меньшинств не только в Прибалтике, но будет достаточно депутатов, которые эти права будут защищать и в других странах, и в Румынии, и не буду называть теперь другие страны, поэтому будем ожидать по крайней мере ясный и четкий голос тех депутатов, которые выступают за права русских меньшинств. Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что выборы в Европарламент и их итоги мы обсудили с Владиславом Беловым, директором Центра Германских исследований Института Европы и Юрием Рубинским, руководитель Центра Французских исследований того же Института на волнах Радио Свобода звучала программа Грани Времени. У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Михаил Касторов. Редактор субтитров Корректор А.